В первую субботу февраля встречаются выпускники. Этой традиции уже много лет. Считается, что возникла она потому, что у студентов зимняя сессия заканчивается в конце января. И им было удобно встречаться с одноклассниками именно в это время. В Славянском первом лицее, история которого давно уже отсчитывает вторую сотню лет, своим выпускникам всегда рады. В одном из лучших образовательных учреждений Кубани, первом лицее, выпускников встречают тепло, как близких людей. У выпускников прежних лет уже давно своя взрослая жизнь. У них за плечами получение высшего образования, а иногда и нескольких, успешная работа, создание семьи, воспитание детей, решение житейских проблем. Но в этот вечер они как будто на машине времени возвращаются в стены родной школы и вспоминают, как это было прекрасно, когда всё в их жизни только начиналось. Воспоминания о школе самые тёплые, самые добрые. Школы – это не только ученический процесс, это наша жизнь, 11 лет. Память о преподавателе, шикарный педагогический состав, внеклассные мероприятия. И, естественно, классный руководитель Елена Владимировна Патошина, которая сплотила наш дружный класс. Мы с 5 класса по 11 класс дружили. Мы по сей день все вместе созваниваемся, каждый юбилей встречаемся. Очень рады поддерживать всех друг друга в любых жизненных ситуациях. Очень любим нашу школу, гордимся ею, следим за её успехами. Выпускники не только радуются достижениям родного лицея, но и зачастую именно сюда, в первый класс, приводят своих детей, потому что они искренне уверены, что здесь те получат отличные знания и хорошую путёвку в большую жизнь. Мы собирались 5 лет назад, был 15 лет, в этом году у нас 20 лет юбилей. Конечно, это очень здорово, вспомнить школьные годы, с удовольствием общаемся с одноклассниками. Встречаемся не так часто, потому что кто-то очень далеко живёт, но вот раз в 5 лет примерно мы встречаемся. Очень позитивные, положительные эмоции. Я школу закончила очень хорошо, сейчас в эту школу ходят мои дети, 4-й, 2-й класс. Надеюсь, что у них тоже будет большое будущее и хорошие знания. Такие встречи – это возможность вспомнить о былых временах, придаться приятной ностальгии, повидаться с любимыми учителями и вновь почувствовать себя юными. И учителя рады видеть своих бывших учеников, которые уже успели состояться в жизни, но по-прежнему вспоминают школьные годы. Вот такие разные выпускники – это наш труд и наша гордость. И я хочу сказать, что учителя нашей школы – это великие труженики. Учителя вообще не труженики, а нашей школы – большие труженики. Поэтому результат такой. Наша цель главная какая – это счастливые люди нашей страны. Я всегда говорю, приходите, мы вас ждём. Мы готовимся к этим мероприятиям, мы готовимся к разному выпуску, потому что каждый выпуск – это что-то необычное, это история каждого класса. Мы вспоминаем интересные события в жизни школы, вспоминаем учителей, даже которых нет. Директор первого лицея Любовь Белик, приветствуя выпускников, поимённо вспомнила многих замечательных педагогов, которые работали и работают здесь до сих пор, и поблагодарила их за нелёгкий благородный труд. Более третий века отдала учительской профессии родному лицею, выпускницей которого она тоже является, Инна Черникова. И она благодарна всем учителям, с которыми свела её жизнь. И когда на каких-то конкурсах говорят о том, что нужно работать по-новому, и по-старому уже нельзя, я вспоминаю, как работают наши учителя, и считаю, что работать нужно именно так. И тогда всё будет хорошо. И глядя на наших выпускников, в большинстве своём успешных, ну, хороших людей, я считаю, что традиции первой школы до сих пор сильны. И желаю и выпускникам, желаю нашим преподавателям, желаю всей нашей школе продолжать эти традиции и быть всегда на госпитале. На сцену выходили учителя со своими воспоминаниями о работе в лицее и его развитии. Учащиеся выступали с номерами художественной самодеятельности. Выпускники, конечно, также приглашались для выступлений, они были в центре внимания. И то, что выпускники лицея выбирают его в качестве места работы, далеко не редкость. Мария Ефимова, 25 лет назад получившая здесь аттестат зрелости, работает в родном лицее и недавно по итогам профессионального конкурса педагог-психолог Кубани вошла в пятёрку сильнейших в крае. Выпускники со сцены говорили тёплые слова своим учителям и даже пели песни. ПЕСНЯ 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 На душе и на сердце светло было в этот февральский вечер у многих выпускников первого лицея и других славянских школ. Они повстречались со своими учителями, вспомнили самое интересное, узнали что-то новое о школьных друзьях, жизнь продолжается. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». ПЕСНЯ